Всем привет! Вы на канале Девайсы и в сегодняшнем видео я расскажу о лучших рабочих ноутбуках разных ценовых категорий, актуальных и имеющихся в продаже в настоящий момент. Чтобы подборка получилась максимально полезной и информативной, в нее включены и компактные решения и производительные, но при этом энергоэффективные ультрабуки. И модели с дискретной видеокартой, не обделен вниманием и сегмент трансформеров. Будет интересно, так что смотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а чтобы не пропустить уведомления о новых материалах, жмите на колокольчик под видео рядом с кнопкой подписки. Открывает подборку сверхкомпактный недорогой нетбук компании HP. Энергоэффективность и приличная автономность, а также тонкий корпус и небольшой вес делают его хорошим выбором для работы в дороге. Хотя высокой производительности ждать не стоит, устройство относится к начальному сегменту и предназначено исключительно для легких задач, таких как работа в текстовых редакторах и браузерах. Стартовый объем 64 гигабайта eMMC памяти при необходимости можно расширить при помощи SD-карты или облачного хранилища. Также из преимуществ девайса нельзя не отметить неплохой дисплей с высокой яркостью и читабельностью. Да, разрешение здесь всего-навсего 1366 на 768 пикселей, но с учетом скромной диагонали это не бросается в глаза. Не обошлось, конечно, и без недостатков. Это не только низкая вычислительная мощность и неприспособленность для непрофильных сценариев работы, но и медленный кард-ридер, работающий на шине USB 2.0, хотя с учетом стоимости нетбука на такие моменты можно закрыть глаза. Главное при выборе подобного устройства не переоценивать его возможности. Если вам нужна максимально мобильная печатная машинка и смотрелка видео для офисов дороги, HP 11 подойдет неплохо, но пользоваться на нем ресурсоемкими программами, открывать десятки тяжелых вкладок в браузере или играть в игры, за исключением самых нетребовательных и простых, не получится. Выбранная мной для данного топа модель Asus M509 DJ выделяется на фоне конкурентов прекрасно сбалансированными для целевых задач пользовательскими характеристиками. Восьмипоточный четырехъядерник AMD Ryzen 5 3500U, автоматически подстраивающий тактовую частоту под сложность выполняемых задач. 8 гигабайт оперативной памяти, 256 гиговый твердотельный накопитель, качественный Full HD IPS дисплей, приличный набор разъемов. Это действительно классный рабочий ноутбук, хотя касательно его эксплуатации следует сделать пару оговорок. Первая, как и большинство 15-дюймовых моделей Asus M509 DJ обладает ощутимыми габаритами и весом, а значит предназначен скорее для офисного или домашнего полустационарного использования. Вторая, которая подтверждает данный вывод, девайс обладает не слишком высокой емкостью аккумулятора, и это чуть ли не единственный его недостаток, если не считать отсутствие подсветки клавиш. Несколько завышенную в рознице цену я в расчет не беру, поскольку она обусловлена такими факторами, как пандемия коронавируса и нестабильная экономическая ситуация. Резюмирую, для работы с постоянным или хотя бы частым доступом к розетке этот ноут весьма хорош, так что берите, не ошибетесь. Популярный 14-дюймовый ультрабук от Huawei на базе все того же Ryzen 5 3500U не только заметно компактнее и легче 15-дюймового решения Asus, но и оснащен гораздо более емким аккумулятором, что позволяет рекомендовать его как для офисной, так и для разъездной деятельности. Если же дополнить устройство серьезным пауэрбанком, то заряда и вовсе хватит на весь день даже при работе в ресурсоемких приложениях. Пользователи, для которых важна эстетическая сторона вопроса, отмечают, что девайс выглядит не просто современно, а даже футуристично. Во многом подобное впечатление достигается за счет тонких рамок по краям экрана. Радует и установленный по умолчанию полутерабайтный твердотельный накопитель, емкий и достаточно быстрый. Придраться можно разве что к набору разъемов. Классических USB портов третьей или хотя бы второй версии типа А можно было предусмотреть и побольше, ведь многие предпочитают пользоваться не тачпадом, а мышью и не встроенной, а отдельной клавиатурой. Пусть линейка Asus Tube Gaming предназначена в первую очередь для любителей компьютерных игр, она отлично подойдет и для работы, по крайней мере офисной, к примеру связанной с обработкой фото или перекодированием видео, не говоря уж о таких легких для рассматриваемой модели задачах, как работа с документами или в браузере. При этом особо подчеркну, что предложенный мной девайс будет разумно использовать только в тех случаях, когда есть доступ к розетке. FX505DT оптимизирован больше в сторону производительности, чем энергоэффективности, а значит рекордов по продолжительности автономной работы ожидать не стоит. Зато не будет никаких тормозов, современный четырехъядерник AMD Ryzen 5 3550H, видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650, 8 гигов оперативной памяти и SSD в качестве основного накопителя гарантируют комфортное взаимодействие с устройством, на нем можно и работать и играть. Серьезных минусов у лэптопа просто нет, из мелких же можно отметить разве что не идеально подогнанный тачпад и маркий пластик, но на фоне преимуществ и на то и на другое можно не обращать внимание. Dell Inspiron 5491 не обычный ноутбук, а производительный трансформер, который может эксплуатироваться в нескольких режимах, например планшета или тента, разумеется 14-дюймовый Full HD IPS экран устройства является сенсорным. Благодаря интеллектуальной подстройке тактовой частоты процессора Intel Core i5-10210U, лэптоп является достаточно энергоэффективным и будет полезен в том числе для выездной работы, выставок и презентаций. Также не могу не отметить высокое качество применяемых материалов и сборки и неплохую для столь компактного решения аудиосистему, как в плане громкости, так и в плане частоты и точности звучания. С помощью фирменного софта Inspiron 5491 легко интегрируется со смартфоном, после чего все поступающие сообщения и уведомления можно выводить на один экран. Такой подход позволяет не отвлекаться во время рабочего процесса и лучше сохранять концентрацию. У Dell получился качественный и заслуживающий внимания трансформер, хотя стоит напомнить, что при выборе устройств в данном форм-факторе важно четкое понимание, для чего именно требуются дополнительные режимы работы. Если необходимости в них нет, то за те же деньги можно взять гораздо более мощный ноутбук в классическом исполнении. Несмотря на то, что Dell G55-90 позиционируется в первую очередь как продвинутое решение для геймеров, этот мощный мобильный ПК отлично подойдет не только заядлому игроку, но и руководителю, программисту, видеоредактору, фотографу или веб-дизайнеру. Производительная аппаратная платформа, включающая шестиядерный 12-поточный камень Intel Core i7-9750H, графический ускоритель с поддержкой трассировки лучей NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативки и шустрый 512 ГБ SSD позволяет решать даже самые сложные задачи. Такой ноутбук может заменить полноценный настольный ПК, проигрывая, разумеется, при этом в абсолютном приросте производительности на каждую потраченную тысячу рублей, но при этом значительно выигрывая в комфортности взаимодействия и мобильности, перенести лэптоп из одного кабинета в другой или даже отвезти с работы домой, либо наоборот, гораздо проще, чем проделать то же самое с громоздким системником. По поводу времени работы без доступа к розетке при высокой нагрузке на процессор и видеокарту, да, это слабое место G5590, но его можно нивелировать при помощи пауэрбанка. К тому же ноутбуки такого класса и габаритов в подавляющем большинстве случаев используются все-таки с условием постоянного подключения к электросети. В информационном обществе многие высококвалифицированные специальности, связанные с работой за компьютером, требуют от этого самого компьютера недюжинной производительности, даже если это лэптоп, а не настольный ПК. Поэтому использование заточенных под гейминг ноутбуков давно практикуется профессионалами, если их деятельность подразумевает стационарное рабочее место, а не разъезды. Такие задачи, как кодирование видео или рендеринг, выполняются гораздо быстрее при задействовании мощного графического ускорителя. Но Lenovo Legion Y740 хорош не только наличием одной из лучших массовых мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. Не отстает и остальное железо, так что этот девайс можно рекомендовать пользователям с солидным бюджетом как для игр, так и для работы. Помимо начинки особо отмечу шикарный 17-дюймовый 144-герцовый IPS-дисплей, настраиваемую RGB-подсветку клавиатуры и весьма удачную систему охлаждения. В этом премиальном лэптопе все действительно продумано до мелочей. В качестве небольшого послесловия. Помните, что под одним и тем же общим названием модели ноутбука могут скрываться разные модификации с отличающимся друг от друга железом. Поэтому обязательно сверяйте характеристики перед покупкой. Вернуть или обменять исправный и технически сложный товар может быть непросто из-за особенностей законодательства. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, поддержите канал Девайс лайком и подпиской и кликните по колокольчику, чтобы не пропустить новые сравнения, обзоры, топы и рейтинги. Не забывайте писать ваше мнение о предложенных моделях в комментариях. Спасибо за внимание и до новых встреч!